Рискованный отдых в курортном Очакове в самый разгар сезона. В единственной местной больнице нет детского травматолога. Чтобы наложить гипс ребенку, родителям предлагают самостоятельно отвезти его в Николаево. Это 70 километров. Все подробности расскажет Кирилл Ющишин. Инна вместе с сыном Мишей теперь отдыхают во дворе своей многоэтажки. Еще несколько дней назад они гостили у бабушки с дедушкой на море в Очакове. Играя, шестилетний Миша спрыгнул со ступенек, упал и сломал руку. Я хотел слабнуть, потому что я через другую ступень ногу доткнулся и так упал. Малыша отвезли в районную больницу, где поставили диагноз перелом. И на этом вся медицинская помощь закончилась. Вам нужно шукать машину, ехать на Миколаево, потому что в Очакове вообще нет детского травматолога. И нет, кому вам накласти гипс. Все шукают, шукайте машину, мы вам ничем допомогти не можем. Инна говорит, им повезло, в семье есть автомобиль, поэтому Мишу быстро доставили в детскую областную больницу. Но многим приходится заказывать такси, а это стоит тысячу гривен минимум. В Очаковской больнице говорят, травматолога у них нет уже давно. Ни детского, ни взрослого. Пациентов с травмами консультируют хирурги. Мы не имеем специализации по детской травматологии, не имеем права накладывать детям перелом гипсовой мобилизации. Мы специалисты широкого профиля, но не настолько. Должность травматолога в больнице предусмотрена, хотя найти специалиста пока не могут. А вот детский травматолог по правилам, установленным в Минздравом, вообще не положен. У нас в Штатте нет детского травматолога. С тем, что 5,5 тысяч населения, то есть держать детского лекаря-травматолога, нет смысла из-за того, что он не будет загружен. А то, что город курортный и летом количество проживающих возрастает в несколько раз, для Минздрава не аргумент. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев.